Приветствую вас. Первое, что нужно понять, это то, что мы здесь не судьи, и судить никого мы не собираемся. Вот, поэтому говорить о том, правильно это или неправильно это, я полагаю, не совсем адекватно по отношению, да хотя бы по отношению к вам на самом деле. Потому что это уже случилось, потому что в жизни бывают самые разные вещи, которые далеко не всегда кажутся какими-то верными, исходя именно из того, что обычно думает об этом общество. Поэтому я думаю, что осуждать вас и говорить правильно это или неправильно не стоит. Вот что стоит, так это понять, что вот происходящее с вами сейчас, это следствие, результат определенного кризиса этой женщины в своей жизни. И она, скорее всего, использует вас для того, чтобы получить от вас то, в чем она нуждается. Может быть, любовь, может быть, ласка, может быть, секс, может быть, что-то еще, может быть, она просто хочет чувствовать себя молодой, например. И для нее, вот именно для нее, это в целом нормально, потому что если предположить, что ситуация скроется, и обо всем узнает ее муж и сын, то она может сказать, что в этом виноваты они. Ну, скорее всего, скорее всего, скорее всего, сын, скорее всего, сын в этом виноваты. И она будет обвинять их, и, в общем-то, после этого они, может быть, отсорятся, может быть, даже какое-то время они будут жить отдельно, какое-то время, может быть, у них не будут складываться отношения. Но потом, после этого они с большей долей вероятности сойдутся, потому что семья, ну, переживает разные времена, и, может быть, что этот кризис их еще больше сплотит, такой тоже, может быть, вполне, вот. И про вас она забудет, потому что, ну, вы же не думаете всерьез, что она в вас влюбилась. Да, она может говорить вам сейчас, что она любит вас, она может сейчас говорить, что вы самые прекрасные и так далее, но верить в то, что она действительно влюбилась в вас, не стоит. Для себя же, для своего же собственного блага, не нужно думать, что она вас влюбила. И если мы принимаем в расчет тот факт, что она в вас не влюбилась, если мы с этим соглашаемся, то возникает вопрос, как вы воспринимаете то, что происходит? Если вы именно влюбились в нее, если вы хотите быть с ней, если вы в теории хотите, чтобы она принадлежала только вам, то этого не будет. Потому что от своего мужа она не ушла, она с ним не развелась, с вами она только как любовница, значит, у нее есть какие-то планы на будущее относительно своей жизни и относительно семьи. И это значит, в свою очередь, что вы для нее любовниц. И либо вы принимаете ее как вот свою любовницу, либо вы можете принять ее как свою любовницу, либо вы не можете этого сделать. и если вы не можете принять ее как свою любовницу, если вы можете принять ее только как свою любимую женщину, то вот в таком случае я не рекомендовал бы вам оставаться. не потому, что это правильно или неправильно, не по этой причине, нет. А именно потому, что это вам не напомню. во вред. Именно потому, что это для вас означает страдание. боль. Для вас это означает боль. И вот если вы о себе заботитесь, если вы о себе волнуетесь, то я полагаю, что собственно говоря, не позволите этой ситуации произойти. То есть не позволите себя вовлечь может быть в эти вот игры. не позволите себе стать значит ужасником любовного треугольника, ну и и так далее. Конечно, в этой ситуации решать вам. что вы будете делать и как. Но моя рекомендация, она именно такая. Именно рекомендация. Именно если мы говорим о том, как было бы правильно. Вот. понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...